Во-первых, я считаю, что заявление, которое сейчас процитировали о том, что исламское государство Ирака и Леванта создано правительством Сирии и финансируется им и используется им для того, чтобы создавать искусственно-террористическую угрозу и как бы через это воздействовать на умы европейцев и оставаться в пределе. Это очень нечистоплотное заявление, и те, кто контролирует оппозицию, особенно те, кто контролирует ее пропагандистскую машину, несут огромную ответственность и берут на себя еще большую ответственность, если они будут заниматься подобными вещами. Мы, естественно, разговариваем с нашими американскими партнерами о необходимости не допустить шагов, которые будут только поощрять террористов к еще большей активности в Сирии, а то же исламское государство Ирака и Леванта, оно ставит цель не только захватить власть в Сирии, оно ставит себе задачу создать халифат во всем этом регионе. И соперниками этой группы, исламское государство Ирака и Леванта являются такие же ребята, Джабхат Ан-Нусра, да и Исламский фронт, который недавно был создан как бы взамен свободной сирийской армии. Это люди, в состав которых входят установленные террористические группировки, и Исламский фронт составит в значительной части из тех же самых экстремистов, что и ИГИЛ, и Джабхат Ан-Нусра. У них есть специальный отдел в этом исламском фронте, который отвечает за подготовку к введению законов шариата во всем регионе. Так что возобновление поставок летального, нелетального оружия и оборудования в этот регион создает дополнительные существенные риски того, что это оружие окажется не в тех руках в очередной раз. Продолжение следует...